Здравствуйте! Точка зрения на канале ТВК. На этой неделе будет отмечаться Международный день борьбы с курением. Он был установлен по инициативе американского онкологического сообщества и отмечают его уже почти 40 лет. Какие плоды принесла борьба с этой привычкой? Появились ли какие-то новые методы? Точка зрения главного врача областного наркологического диспансера Михаила Коростина. Здравствуйте, Михаил Иванович! Здравствуйте! Ну вот старый спор давно идет. Что вреднее курить или умеренно выпивать? Вы на какой стороне? Я ни на той, ни на этой, потому что это все равно что спросить, с какого этажа спрыгнуть? С 10-го или с 8-го? Радость никакая, потому что еще умеренное питье может быть как-то. И то, смотря какое умеренное. У каждого человека свою бутылку водки для меня норма. А для другого это смерть, да. Понимаете? Поэтому умеренность мы попозже чуть поговорим на другую передачу про тему, связанную с алкоголем, да. Ну а по курению это однозначно. Это не то, что смерть, понимаете? Это тяжелое бремя, которое ложится на человека самого, на его зависимость, на его свободу. Понимаете, вот с этих позиций даже подходить. Он не свободен. Он зависим. Сейчас курильщики, наоборот, считают, что это посягательство на их свободу. То, что им запрещают там курить, всячески вытесняют их всех зданий. Понимаете, человек пьющий, потребляющий наркотики тоже, говорит, посягательство на свободу, ему не дают купить алкоголь, не дают купить открытые наркотики, да. Здесь спасают курильщиков, что нет такой тяжелой психических расстройств, которые ведут к изменению личностных, да. Не разрушается эта психика. Много соматических расстройств, которые в итоге приводят к проблемам тяжелым. И у них, и у тех, кто рядом с ними, пассивное курение никто не отменял. Проблема серьезная, да. Поэтому и нагрузка-то на государство, на время лечения этих пациентов ложится большая. Потому что что такое курение? Это спазм сосуда, обязательно никотин и другие вещества, плюс токсический эффект тяжелейший, да. Это радиоактивный полоний входит, который воздействует на иммунную систему, да, на яйцеклеточку, то, которая должна стать рано или поздно ребенком, да, у женщины. И отсюда мы получаем огромный пласт проблем, которые возникают. Это инфаркты, инсульты, онкологические заболевания, пневмонии, хронически-абструктивные болезни легких, да, так называемые эндортериты, когда человеку отсекает ногу, он понимает, что у него спазм артерии идет, ему курить нельзя. Он все равно курит, ему дальше отсекает. Понимаете, проблем много. Инвалидизация общества очень большая, связанная с курением. И вообще демографический, так сказать, пробой очень серьезный, который табак, он больше приносит смерти, чем даже алкоголь потребления в нашей стране, больше. До 500 тысяч людей умирает по причине, связанной с потреблением табака. А как вот это учитывать? Потому что это же очень растянуто по времени, то есть, когда человек 20 лет курил, через 25 лет ты умер там от болезни, которая, в принципе, могла быть без курения. Это же на вскрытии, потому что она тут смотрит и видит, да, есть изменения очень характерные для курильщиков. Изменения сосудов, изменения в легких, изменения, так сказать, в ткани, так сказать, и в сердечно-сосудистых. Которые есть только у курильщиков, а у не курильщиков так нет. Да, гипоксия, это гипоксия, недостаток кислорода и спазм сосудов. Вот эти две вещи, которые дают, так сказать, основной, так сказать, эффект. Плюс еще анамны спрашивают, а что? Да он курил, говорит, как паровоз. Он курил там по две пачки иногда в день выкурил. Все понятно, откуда это взялось. Ну, то есть у организма был определенный запас прочности. Да, так что эти исследования, они понятны, ясны и довольно-таки легко доказуемы. То есть достоверно вот это процентное соотношение смертей, связанных с курильщиками. Конечно, достоверно. У нас звонок есть в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, спрашивайте. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас какие-нибудь организации анонимные, чтобы вылечить алкоголика? Хотя бы он туда обращался и как бы настроили его. Он не хочет ложиться в ОТП, потому что он боится, что все узнают, а он не хочет этого. Но он хочет, чтобы ему помогли, но он не знает, куда обращаться. Про алкоголизм вопрос опять немножко не по теме. Но обращайтесь в областной наркодиспансер. Телефончик 730647. Это наше отделение, которое занимается анонимным лечением или амбулаторным, или стационарным. 730647 позвоните, вам разъяснят порядок обращения. Человек может анонимно у нас пролечиться. Пожалуйста. Я так понимаю, времена, когда писали на работу, то давно прошли. Конечно, конечно, этого не будет, да. То, что он боится ложиться не потому, что там его кто-то узнает. Скорее всего, он просто, это страх обращения любого человека преодолеть свою зависимость. Если он захочет, он ее преодолеет. Проблем не будет. Ну и вообще всегда такой стоит барьер перед походом к врачу. У мужчины особенно, мне кажется. Да, да. Очень надо себе преодолеть. Так, возвращаемся, значит, к курению. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире считается, что 90% смертей от рака легких, ну то есть 9 из 10 умерших от рака легких, это именно курильщики. Да, курильщики. 75% хронический бронхит, такая же история. И четверть умерших от ишемической болезни сердца, это тоже курение. Это на самом деле так? Конечно, конечно. Я все пытаюсь понять, как же это высчитывать. По нашей стороне еще больше. Но высчитывать, я вам сказал, очень просто. Есть изменения. Вот умер, например, человек от инфаркта миокарда, 45 лет. У нас, кстати, видят, что тяжелая гипоксия его была мышца сердца. И если он курильщик, значит, это автоматом списывает на курение. Это спровоцировать. Ну что может 45 лет спровоцировать? Все что угодно. А если он не курил, все равно же есть такие, кто умер. Курил, там уже другие болезни будут. Там уже другие дефекты, так сказать, в его организме выяснятся. Там вполне могут быть другие проблемы. Проблемы связаны с почками, чем-то еще. А это здоровый, нормальный мужчина, и вдруг умер. Почки нормальные, печень нормальные, мозг нормальный, работа нормальная. Курил. Да, вот этот спазм, стресс плюс спазм. Если бы был стресс без сигареты, он бы не продлился так длительно. И, скорее всего, сердечная мышца продолжала бы работать. Спазм бы ушел, расслабился бы, и все было нормально и хорошо. Курильщики, они бы сейчас практически все в курсе, что, ну, как бы, уши-то всем проружали, что курение вредно, что вот оно вызывает вот такие проблемы со здоровьем. Тем не менее, люди все равно выбирают, ну, я не знаю, более комфортное для себя времяпрепровождение сигарет. Мода, главный, главный мотиватор всего этого. То ли им нравится, как они с ней выглядят, то ли они действительно считают, есть же такие мифы, что вот сигарета помогает успокоиться. Типа, если я не буду курить, я буду вообще психованной. Чаще всего, особенно женщины, так сказать, попадаются на эту удочку, да. К сожалению, сигарета чем страшна? Дело в том, что это тот же самый наркотик. Для меня, для как врача, я не разделяю. Несло правительство постановление наркотик, вещество это не наркотик. Для меня понятно, есть ли зависимость от него патологически. Когда я понимаю, что мне плохо, но я продолжаю это потреблять. Это вот здесь главный симптом любой наркомании. Я знаю, что это плохо, я продолжаю потреблять алкоголь, там, героин, там, или табак. Ну да, мне плохо, но как-нибудь обойдется. Да, 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 как-нибудь, вот и все. Зависимость. А если есть зависимость, значит, она с чем-то связана, с чем? С удовольствием. Да, человек, выкуривая сигарету, получает первые секунды, прилив вот этой вот энергии, яснее становится сумма. Почему? Потому что идет спазм сосудов резкий, значит, большой сразу выброс в мозг питательных веществ, и мы как бы эйфоризируемся, как бы чувствуем себя легче, да. И покурил тоже, какое-то пришло успокоение, выбросили все эти вещества, стало легче. Ну, а дальше идет, что торпидная фаза, снижение всех функций. И вялость, и усталость, и головная боль. То есть человек как бы занял хорошее самочувствие у себя у самого из будущего чуть-чуть. И он хочет опять через часочек получить то же самое. Берет сигарету, но уже меньше, меньше. И вот эта доза в течение дня до 20-30, до двух пачек доходит, гонит эту дозу. Я же говорю сленгом наркоманов, да. Но по-другому никак нельзя людям объяснить. Гонится эта доза для того, чтобы себя стимулировать все время в течение дня. Понимаете? Утром встал, вместо того, чтобы кофе попить, мне там сигарету сначала покурить. А кофе тоже, говорят, не полезно. Нет, кофе полезно в определенной дозе. Вот тут не надо говорить. Кофе полезно в определенных дозах, какао полезно в определенной дозе. Везде нужна определенная доза. И с ведра воды выпить тоже поможет. Понимаете? А вот никотин и табачные учизители – абсолютный вред. Тут нет пользы, кроме, может, только, может быть, колорадского жука опрыснуть до этого раствора. Но говорят, что никотин вообще чужеродное вещество для человеческого организма. Конечно, конечно. Оно там никаким образом вообще само по себе не появляется. Да, оно не нужно. Да, у нас есть никотин и кислоты, но не надо путать с никотином, который существует в табаке. У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. 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 Это… Как вас происходит? Михаил Иванович? Михаил Иванович. Михаил Иванович, у меня вот вы сказали, что, мол, сколько полезно, а никотин не полезно. Я воспринимаю никотин не полезно. Но первый вопрос у меня – кто вообще может решать, путь ее откурить, не путь ее откурить? Это нервам решать. Вот. Нервам и никому-либо, кроме меня. Это во-первых. Второй вопрос. Вы говорите, сколько полезно. А вы знаете, сколько живут, сколько любят? Что, кофе полезно, говорит, да? Нет, он говорит, что кофе тоже вредно, а вот его не запрещают пить, а вот сигарету… Значит, ну… Это вот то самое, посягательство на свободу. Нет, ну, пожалуйста, курите, не мешайте другим курить раз. Нет такого у нас посягательства запретить. Продавайте, да продавайте. Идите, купите себе сигарету. Кто сейчас запретил? Нет. Вообще, если на месте курить нельзя, ну зачем людей обкуривать? Подъезды, зачем детей обкуривать на детских площадках? Западал, он держит все лифти и площадках. Обкуривать меня, я пришел покушать, и они тут сидят за столом и обкуривают. Все наши запреты направлены на ограничение пассивного курения. Пожалуйста, отравляйте себе сколько хотите в закрытом помещении, где угодно, чтобы вас никто не слышал, не видел. На улице вам пока еще разрешают курить. Слава богу. Курить на улице идите, да? Никто не запрещает и вас никто не штрафует. Это ваше дело. Дело в том, что запрет направлен на то, чтобы человек первый, кто хочет, тот человек не хочет. Да дай бог, пускай курит до посинения, это его проблема. Да, но кто хочет бросить курить, да, бросает. Вот у меня терапевты, которые сейчас ведут прием диспансеризацию. Люди спрашивают, приходят, курите? У них есть такая анкета перед тем, курите, упивай, там какие вредные привычки. Нет, не курю, бросил. Почему? Цена большая. Молодцы. Ценовая категория подняли. Другие говорят, не цена большая, да и доступность какая-то, там нельзя, там не бросили. Я не стал. Да ну, это гадость. Это что я мечтал, говорит, чужуюсь бросить курить. Наконец-то толчок, да. Государство дало толчок в связи с тем, что цена большая. Надо 60-80 рублей шоколад какой-то полезнее купить. Ну, а кофе-то доказана его полезность. В небольших дозах кофе нормальному обычному человеку здоровому. Конечно, не гипертоник, не инфарктник. Но и не 8 чашек в день. И не надо пить там гипердозы. Никто вас не заставляет. Любая гипердоза, я же сказал, от воды, да, воды, человек действительно умрет. Без ретроцитов, и он помирает. Так и здесь то же самое. Ну, одну чашку кофе утром выпили, достаточно на весь день. Понятно. В общем, все ограничительные меры сейчас направлены на то, чтобы ограничить влияние курильщиков на других. Да, на других, и чтобы не было желания у молодых людей начать это тоже. А, ну да, и чтобы это как заразная болезнь не распространялось. Да, конечно, как заразная болезнь. Смотрите, как красиво они курят, я тоже хочу. Конечно, конечно. Ну, а то, что как налогоплательщик, человек очень копейки платит с пачки сигарет, а огромные затраты анонкологам, да, сердечным хирургам, на сосудистый центр, где инфарктников и с инсультников лечат, понимаете, это огромные затраты государство несет на эти потери. Это кто-то никто не считает. Ну, если человек живет в государстве, он обязан придерживаться. Я помню, как-то был разговор даже, чтобы установить какое-то другое стоимость страховки. То есть, если человек курит или какие-то... Ну, к этому мы придем. Ведь мы любим Запад, да, мы любим вот на Западе. Вот на Западе это и есть. На Западе тебя не будут страховать, пока у тебя количество там определенного вещества, которые говорят, что ты куришь, не достигает... Либо ты за свою страховку заплатишь там в три раза больше. Либо себя работодатель будет вычитывать в два, в три раза больше, потому что он должен компенсировать твои больничные или проблемы, которые у тебя будут дальше от потребления табака. А в остальном свободу употребления. А пожалуйста, выбор тебе, на, употребляй. Так, Минздрав, говорят, разрабатывает новую концепцию борьбы с курением до 2021 года. Я так понимаю, это развитие вот этих мер по ограничению. Когда мы подписали равновесную конвенцию по борьбе, так сказать, ограничению табачной еды, у нас после вышел закон. В этом законе были прописаны все четко временные и, так сказать, законодательные моменты, которые говорили о том, где запретить, как запретить, как продавать, какие цены и так далее. Это все сработало, сработало, честно говоря, неплохо. Вот у нас есть, взять по нашей Липецкой области, значит, у нас 12 лет назад это количество курящих среди взрослого населения 70% достигало. У нас курило больше 60% школьников. 55-57%, около 60% школьников курило. Вот сейчас мы провели данные исследования. Курит у нас 42-43% населения уже, 43-42%. То есть это прямо на треть упало? Школьников мы ушли на 20 и даже меньше среди школьников курения, потребления, да. Та, что падает, количество... А вы анонимный опрос проводите школьников? Конечно, анонимный. Да, 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 и школьников, и взрослых анонимный опрос. Даже нанимаем специальную организацию, да. Не мы лично проводим, а которые имеют, так сказать, ну, специальные социологи. Проводят нам специальную организацию, социологические исследования. Снижение количества потребляющих никотин есть, да. И другое, о чем это говорит концепция, что, ну, рано или поздно начинается уменьшение. Предусматривалось по 0,5%, чтобы ежегодно... Каждый год. Да, снижилось снижение. Сейчас может произойти остановка. Для того, чтобы дальше стимулировать, мотивировать людей на отказ от курения, или даже не брать никогда больше, конечно, необходимы законодательные меры, которые приведут к еще большему ужесточению. Той же рекламы, да, тех же пачек и так далее. Там вот активно изучается опыт Финляндии, Австралии и Великобритании. В Австралии и Великобритании выпускают пачки, где просто черно-белым, один неком шритом написано. Прима, там, Пелмал, какая там разница, какая сигарета будет. Понимаете? Пачка абсолютно одинаковая. Да, абсолютно. То есть не полупендриваешься. Да, никто не покажет, что она желтая, зеленая, красивая, там, флюорицируется и так далее. Понимаете, такие же вот вещи и в Финляндии. Там, например, вся пачка разрисована этими ужасами, этими онкологическими. Ну, ужас, мне кажется, как-то блок такой становится. У нас сейчас перестали реагировать. Ну, как блок, блок хороший, он у нас с вами. А есть шестиклассник, когда увидит этот ужас, он поймешь, что это дрянь, что это вонючка. Для него это было достаточно эмоционального переживания, увидев эту гадость. Мы, может быть, скажем, да ладно, а вот как-нибудь. Так, давайте попробуем еще на один звонок ответить. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Виктор из Липецка, вас беспокоит. Михаил Иванович, вы ведете прием лично? Я, конечно, не алкоголик, не курильщик, но здесь проблемы со здоровьем. Я так понимаю, что вы компетентный человек. Да, каждый понедельник с 3 часов 73.06.45 записывайтесь. Вот сегодня уже люди записаны, не знаю, попадете, но дай бог попадете. Я принимаю, пока последний человек не уйдет. 73.06.45. 73.06.45. Да, записывайтесь каждый понедельник с 3 часов и до самого позднего времени, пока человек последний не уйдет. Приму всех. Так, отлично. Мифы, какие существуют в отношении сигареты, что заставляет все-таки людей бросить? Я так понимаю, что вот этот абстрактный вред здоровью, как бы все согласны, да, но это не повод для того, чтобы отказаться. Первое, ну вот я вам сказал, уже ценовая политика по отношению к сигаретам сделала очень хорошее дело. Многие стали отказываться. Дорого. Действительно, дорого. Ну и поняли безумство покупать за 80 рублей, то, что раньше стоило 10-15. Да, это хорошо. Это мотив хороший. Что другое? Конечно, застраивать свое здоровье, но это уже поздно. Мне бы хотелось, чтобы человек понял то, как я понял, как пышный курильщик. Да, как бы он себе. Это было в 1990 году, когда я все-таки, когда пришел работать в наркологии, я понял, что я не могу, например, читать лекции, если я не брошу курить, да. Про алкоголизм я могу читать, про наркотики. Про табак я отказывался, потому что я сам покуривал, так сказать. Но я задумался, что такое-то. Это наркомания, это болезнь. Я хочу быть свободным человеком, истинно свободным. Не свободным в выборе гадостей, понимаете, а свободным в выборе здоровья своего. Да. Я спросил себе, что я, машина для возгонки, до 800 градусов нагревается сигарета, и в дыхании фильтрую, при этом еще отдавая деньги, да, за собственное здоровье кому-то, да. Нет, я хочу быть свободным, независимым человеком. Я сказал, что я, кто я в этом мире. Или последнее я, об которым меня ноги вытерли, да, и я пошел как этот самый бычок на убой, да, и пошел купил опять в этом киоске, или там в этом магазинчике, это гадость, да. Или я все-таки человек. Да. И сказал, я человек. Да, тяжело немножко было, ничего. Ну, по крайней мере, я знаю великую формулу. Еще никто никогда не умер от того, что отказался от сигареты. Умирает от того, что выбирает сигарету. Но если от нее отказывается, еще никто не умер. Отличная формула. Спасибо большое, Михаил Иванович, на этом и закончим. Это была программа «Точка зрения». Будьте здоровы!